Длинный перечень. С 1 января в Беларуси произошли существенные изменения. Увеличатся ставки и за совершение нотариальных действий. Какие сферы затронули новации? Ярость стихии. 36-летняя женщина погибла в Бабруском районе из-за пожара. Проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи. В чем причина трагедии? Светлый праздник. Православные отметили Рождество. В благодатные дни святок будем усердно молиться. Как прошло празднование? А также дорожный год, налоги с выгодой и четкий ГОСТ. На 2024 утвержден план государственной стандартизации. Над какими сферами будут работать? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. В Беларуси продолжается выдвижение кандидатов, депутаты Палаты представителей и местной советы депутатов. Регистрация завершится 30 января, после чего стартует агитационный период. Что касается среднего портрета тех, кто намерен побороться за депутатский мандат, это человек 40 лет с высшим образованием. Как правило, представляющий сферы образования, медицины, либо производственный сектор. Нынешняя избирательная кампания – самая крупная в истории страны. Беларусы впервые одновременно будут выбирать депутатов всех уровней. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Плачевные последствия праздника. 36-летняя женщина погибла в Бобруском районе из-за пожара. Тревожный звонок на пульт МЧС поступил вечером 7 января. Полыхал жилой дом в деревне Лоси. По сообщениям соседей, в помещении находились двое – хозяйка и ее сожитель. Последний сумел выбраться из огня и скрыться в неизвестном направлении. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины. Погибшая нигде не работала и злоупотребляла алкоголем. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшей. Назначено проведение ряда экспертиз. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Все обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки Бобруским межрайонным отделом Слесного комитета. Авиареформы, дорожный контроль и будущий «Оскар». Министерство культуры и национальная кинокомпания проводят конкурс сценариев. Какие условия? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси ввели дополнительный стандартный налоговый вычет для молодых специалистов. Сумма насчитывает 620 рублей в месяц. Претендовать на выплаты могут кадры с высшим, научно-ориентированным, среднеспециальным или профессионально-техническим образованием. Получать деньги они будут во время работы по распределению в счет брони и направлению. На 2024 утвержден план государственной стандартизации. Документ предусматривает работы по 635 темам. Изменения затронут экономику, социальный сектор, информационные технологии, пищевую промышленность и другие сферы. Нововведения позволят повысить технический уровень и качество выпускаемой продукции, внедрить инновации. 17 тысяч километров дорог проверили на различные дефекты за 2023. Также в прошлом году было испытано 1848 проб строительных материалов, разработано и обновлено 39 технологических карт. Не обошлось и без реформ. Внедрена программа, которая предусматривает ремонт и реконструкцию республиканских и местных асфальтовых артерий. Авиаперевозчикам Беларуси разрешили отказывать пассажирам в обслуживании и вносить в черный список. Решение будет приниматься на основании совершения каких-либо нарушений на борту. Также у них появилась возможность оформлять билеты по безбагажному тарифу. Такое нововведение позволит повысить привлекательность полетов для путешественников. Министерство культуры и национальная кинокомпания по 2 июля проводят конкурс сценариев для съемок фильмов и сериалов с господдержкой. Список тем разнообразен. Военный патриотизм, школы и учителя республики, труженики села, новогодняя история для семейного просмотра, сказки. Заявку необходимо подать до 1 марта. Базовая величина, единый налог и трудовой кодекс. Январь щедр не только на праздники, но и на разнообразное новшество. С наступлением первого числа законодательство Беларуси претерпело существенные изменения. В реформах разбиралась Юлия Вернер. Одной из новинок 2024-го стало повышение базовой величины. Она напрямую влияет на объем некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов. Ранее сумма насчитывала 37 рублей. Теперь же показатель 40. Самое главное – изменится размер государственной пошлины при обращении в суд. Веский повод не торопиться для желающих поскорее развестись. За расторжение первого брака придется заплатить 160 рублей. Повторного – все 320. Не менее важные изменения произошли и в сфере начисления выплат по возрасту. Теперь достижение этого порога – не единственный критерий. Для расчета будут учитывать зарплату за последние 30 лет. В прошлом году подтвердить свой заработок нужно было за 29. Женщины, напомним, на заслуженный отдых уходят в 58 при наличии 20-летнего стажа. Мужчина в 63 с выслугой в 25. Изменилась и увеличилась норма требуемого страхового стажа. То есть, если в 2023 году требовалось 19 лет страхового стажа, то всем гражданам, которые будут обращаться и уже обращаются за назначением пенсии в 2024 году, будет требоваться 19 лет и 6 месяцев. С 1 января оплатить налоги на транспорт, недвижимость и землю можно с помощью единственного имущественного платежа. Такое новшество позволит сэкономить время и не посещать отделение банка несколько раз. В процессе разработка программного обеспечения. Уже в октябре 2024 года каждый из нас получит соответствующее уведомление. И далее можно будет посредством системы ЕРИП, либо через банки, оплатить этот платеж единой суммой. Он будет включать все три налога. Вышеперечисленные реформы – не единственные изменения в наступившем 2024. Все ноу-хау – запросы современности, так как жизнь не стоит на месте. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Рождение Христа православные горожане отпраздновали светлый день. Атмосфера таинства и волшебства разлилась по всем уголкам Бобруйска. Жители города собрались в церквях на вечернее служение. В полумраке храмов загорелись десятки свечей и произнеслись важные слова. В этот день сердца горожан были как никогда открыты для чистой веры и искренних молитв. Дорогие друзья, примите мои сердечные поздравления с великим торжеством, праздником мира и Божией любви, Рождеством Христовым. В благодатные дни святок будем усердно молиться, чтобы наступивший год стал годом Божьего милосердия, временем мирным и благоприятным, годом благоденствия для всего нашего народа, мира во всем мире. После богослужений сотни семей собрались вместе, чтобы в уютной обстановке встретить самый светлый праздник в году. Главное в этот день с открытым сердцем и чистыми помыслами загадать заветное желание пожелать мира родным и близким. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Счастливо!